Добрый день, дорогие зрители православного портала Экзегет. Сегодня мы с вами продолжим наши беседы о первом религиозном центре, таком действительно постоянном, не менявшем своего места локации продолжительное время. Это место, которое в Священном Писании называется Силом, место, где стояла Скини, в которой в течение около трех столетий концентрировалась религиозная богосужебная жизнь израильского народа, прежде чем он получил в качестве такого религиозного центра уже Святой Град Иерусалим и храмового города, который уже располагается, такое вот постоянное, выстроенное из камня и дерева святыня и святилище первого, а затем и второго храма. Итак, мы с вами беседовали о том, что происходило с этим Силомским святилищем, какую роль оно играло в истории израильского народа, и о том кризисе религиозном, который, к сожалению, не обошел своим присутствием и богосужебную жизнь Силомской Скини во времена первосвященника Илья и его недостойных сыновей Афни и Финиеса, в те времена, когда в этой Скинии появляется будущая надежда Израиля на религиозное возрождение, там получает, так сказать, свою жизнь, обетование этой жизни будущий пророк Самуил, там он воспитывается, там он возрастает духовно, прежде чем выйти на свое очень важное служение, о котором мы с вами беседовали в предыдущей передаче. И сейчас мы с вами расскажем и поговорим о том, что произошло дальше вот с этими местами, и что происходило на месте Силомской святыни, Силомского религиозного центра. Вот то поражение и то падение дома первосвященника Илья привело к тому, что и само Силомское святилище пришло к такому окончательному запустению. В Силоме больше не было, Силом больше не являлся таким вот религиозным центром. На какое-то достаточно краткое время святыня, святилище Скинии было перенесено в город Нобву, однако и там впоследствии было разорено, и оттуда уже было перенесено Скиния в Иерусалим. Ковчег Завета, как мы знаем, оказался в пленении, и в течение достаточно долгого времени, около 50 лет на самом деле, пребывал в селении Кириат-Яарим в доме Авидарьи, в котором его сын Аминадав был посвящен для того, чтобы совершать какое-то же служение у этой великой святыни израильского народа, у Ковчега Завета. Нельзя сказать, чтобы сам Силом оказался навсегда после этого заброшен. Селение, которое там существовало, оно продолжило существовать, более того, там сохранялись какие-то традиции благочестия, возможно, даже существовала какая-то пророческая школа наподобие тех, или, может быть, из числа тех, которые насаждал и распространял среди израильского народа пророк Божий Самуил. По крайней мере, мы знаем также уже из книги царств о том, что в Силоме в более уже поздние времена подвязался такой пророк Божий Ахея Силомлинина. Это тот самый пророк, который встретил на селе Иерваама сына Рабатова, разделил свою одежду на две части и большую часть отдал Иервааму со словами, что вот так раздерет Господь царство Израилева и десять колен отдаст тебе. Подобным образом он предсказывает действительно те события, которые произойдут в достаточно близком будущем, когда за нечестие и неразумием сына Соломона Рабаама или Рабаама царство, единое царство Израиля, кажется, разделено. Десять северных колен объединятся в северное царство, два южных, но с примесью также отчасти колена Ефремова, колена Иуды, колена Вениамина создадут свое южное царство, или иудею, иудейское царство. И вот период Ратиленого царства окажется также достаточно продолжительным в истории израильского народа. То есть мы видим, что в Селоме и спустя практически два столетия после времени жизни пророка Самуила, и после того, как заканчивает свое существование в Селомской скине, все-таки продолжается и вот эта пророческая линия, и традиция благочестия, и подвязается даже один из упомянутых в Священном Писании пророков Ахия, которого Библия называет Селоминым по месту его жительства. Ну, затем о Селоме нам практически ничего не известно. Вот тот праздник, который совершался там 15-го ава, впоследствии мы знаем, что перемещается в Иерусалим. Напомню, что этот праздник состоял в том, что девицы из разных колен Израиля собирались в этот день у Селомского святилища, у Селомской скине, вернее, в виноградниках. И вот в этот день водили там хороводы, проходили такие веселья, которые являлись своего рода сматринами. Точно так же примерно и в последующие времена этот праздник 15-го ава совершался, но уже в Иерусалиме. Есть таламудические свидетельства о том, одно из них, кстати говоря, относится к сыну известного законоучителя Гамалиила, того самого, который упоминается в Священном Писании, в книге «Деяния святых апостолов». Вот Рабан Шимон, сын Гамалиила, она пересказывает в Талмуде, в трактате Таанид, историю о том, как девицы в Иерусалиме собирались на 15-е ава, причем белые одежды, которые они девали, белые платья, они брали взаймы с такой очень деликатной целью, для того, чтобы неимущие девицы не чувствовали себя как-то ущемленными, для того, чтобы каждая из дев, вне зависимости от своего достатка, получила возможность своей красотой, своей благонравием, благочестием привлечь в себе достойного жениха. И вот точно так же они водили какие-то хороводы, хороводы пели песни, в которых призывали юношей всматриваться в их черты, в их лица и выбрать себе ту, которая ляжет ему на сердце, как будущую избранницу. Вот такой древний селомский обычай вместе со Скинией был перенесен в Иерусалим и там уже продолжил свое бытование существования. В ветхозаветный же период на месте селома было сравнительно небольшое такое поселение, Тель-Шило, которое уже в христианский период возродилось как целиком и полностью христианское, причем там сохранились остатки одного из самых древних византийских храмов на территории землеобетованной. Самый древний храм там был построен буквально в самом начале IV века, возможно, вообще даже еще до, ну или во времена императора Константина, еще даже, возможно, до того, как христианство стало в Римской империи религии законной и преобладающей. Мозаичный пол этого древнейшего храма гласит по имени Господи Захарию и тех, кто соорудил этот храм. То есть некий вот такой священник Захарий или, может быть, благочестивый житель Силома явился инициатором создания этой древнейшей на святой земле церкви. Помимо этого храма IV века, там также еще обнаружены остатки и более поздних храмов VI и VII веков, от которых тоже остались очень такие красивые мозаичные полы. Храмы эти были раскопаны уже после 1978 года, когда на месте Силома возникло современное такое израильское религиозное поселение Тель-Шило. Надо сказать, что те переселенцы, которые основали это закрытые, в общем, религиозные поселения, они очень трепетно отнеслись, надо сказать, вообще и к христианскому наследию, так вот забегая вперед об этом скажем, собственными силами. Они провели достаточно качественные религиозные раскопки, откопали вот эти полы христианских храмов и не то, что не подвергли их какому-то надругательству, но очень бережно возвели над ними подобие византийских храмов, которые когда-то могли вот над этими полами во времена, когда население Силома было христианским, вполне могли примерно вот так вот и выглядеть. Ну, конечно, более, может быть, как-то богато и более украшено, но, тем не менее, вот такая забота религиозных евреев о христианском наследии является, в общем, таким, на самом деле, приятным моментом, к сожалению, далеко не всегда имеющим распространение на святой земле, и там, надо сказать, с большим радушием и уважением принимают, в том числе и, пускай не многочисленных, но все-таки прибывающих туда христианских паломников. Надо сказать, что паломники приходили в село и в более ранние времена, и вот это Силомское скинье, место упоминается уже в IV веке, в тексте, которое принято называть паломничеством Сильвии или паломничеством Эгерии. Очень такое подробное описание IV века, которое совершила богатая риблинг из Испании по имени, ну, либо Сильвия, либо Эгерия. Там существует разночтение в этом отношении. Упоминают Силом и последующие паломники, правда, не всегда достаточно верно его локализуют. И зачастую как-то в паломнических текстах наблюдается такая путаница, когда они указывают Силом, ну, явно совсем в других местах, в том числе и в том, где было принято указывать древнюю раму, тот самый город, в котором свое жительство проводил пророк Божий Самуил, и о котором мы тоже скажем чуть-чуть позже, ну, в том числе и в связи с такой ошибочной локализацией Силома на этом месте. Итак, в времена мусульманского владычества надо сказать, что победители, исповедующие магометанскую веру, сохраняют память и о вот этом Силомском святилище. само место начинает в их такой вот уже транскрипции арабской называться Сейлун, и в таком искаженном виде все-таки сохраняет память своего древнего названия Силом. А мечеть, которая стояла на том месте, где до этого стояли христианские храмы, получает вообще очень такое интересное название. Эта мечеть называется Ас-Секина. Ас, черточка, Секина. Слово Секина в арабском языке означает то же самое, что в древнееврейском означало Шехина, то есть слава Божия, в память о том, что когда-то здесь стояла Скиния, в которой пребывала вот эта самая слава Божия, Шехина, мечеть, которая была построена на этом месте, стала именоваться мечетью Спокойствия или мечетью Ас-Секина. Ну, мечеть, это, надо сказать, пережила и времена крестоносцев, поскольку сами крестоносцы абсолютно уже утратили память о вот этом древнем селомском святилище, ну, то есть они, естественно, о селоме знали, но располагали его уже совершенно в ином месте к северу от Иерусалима, ближе к побережью Средиземного моря, в месте, которое они точно так же путали и совмещали с рамой, как и некоторые византийские паломники. Это место на самом деле весьма и весьма примечательно, и вот оно как раз-таки в продолжении средних веков служило своего рода вот такой заменой воспоминаний о селомском святилище, которое сохранялось среди крестоносцев, ну, и затем уже среди более поздних христиан, которые забыли о первоначальном расположении Селома. Селомское, вот это место, где стояла Селомская скиния, было обнаружено уже только в 1838 году таким очень известным и плодовитым исследователем библейской археологии на святой земле Эдвардом Робинсоном. Это был американский протестантский пастор, который объездил буквально всю святую землю с Библией в руках и с аномастиконами Евсевия и Иеронима, и ему мы обязаны тем, что он сумел идентифицировать, и, надо сказать, в ряде случаев очень верно, ну, большое количество древних и ветхозаветных и христианских памятников. Уже впоследствии там были проведены раскопки, в том числе и исследования, которые проводились палестинским центром исследования изучения Палестины британским. И вот сейчас те, кто поживает, могут приехать в Тель-Шело, при этом нужно, конечно, понимать, что в субботу и с пятницы вечера это место закрыто для посещения, но вот сейчас там можно увидеть и восстановленные, как я говорил, вот эти древние византийские храмы, и то место, где когда-то стоялась Киния. Это такая ровная площадка, и место, где находилось Святое Святых, о котором мы говорили, сейчас там отмечено такой небольшой какой-то вышкой, башней, примерно тоже очерченной границей самой Скинии, которую она могла занимать. И вот для того, чтобы просто представить себе ну что ли на природе, на месте размера, конфигурацию этой древней Скинии, в общем, полезно и христианским паломникам посетить это, пускай и еврейское, но все-таки тоже важное для нас в плане понимания и представления реальности, описанной в Священном Писании. Вот такое место, ну и когда-то действительно важное такое ветхозаветное святилище. Что же касается того места, где по преданию нашел свое покоение, где проводил дни своего служения, дни своей жизни пророк Пожий Самуил, то это место, которое достаточно хорошо видно сейчас из Урусалима, оно возвышается над такой северной оконечностью города, его хорошо видно, например, от Дамасских или Шхемских ворот. Это место, которое сейчас так и называется, но евреи называют его Невэшмуэль, то есть пророк Самуил, Невэ или Нави это пророк, Шмуэль так они называют Самуила, а в арабском звучании это место известно как Наби Самвил, что означает то же самое Наби с арабского пророка, а Самвил это в арабском так звучит имя пророка Божия Самуила. Во времена крестоносцев это место называлось еще Мон Де Жуа или Маут Ов Джой Гора Радости, потому что с этой высокой горы как правило паломники, которые двигались с побережья Средиземного моря впервые видели Иерусалим и вот эта цель их такого длительного и многотрудного странствования впервые предстояло перед их взорами, они падали на колени, они приносили свои молитвы на этом месте, радуясь тому, что встретили вот это, что их взор и встретили вожделенную имя Святой Град, имя Святой Град. Но надо сказать, что история этого места была намного более древней. Уже византийцы вот эту высокую гору и поселение, которое там стояло, отождествили с той самой рамой, где совершал свое служение пророк Божий Самуил. По христианскому преданию там были обретены и мощи святого пророка Божия Самуила. И в 409 году по свидетельству Боженного Иеронима император Барказием были перенесены в Византийскую империю, первоначально хранились в Халкидоне, затем были перенесены в сам Константинополь и достаточно долгое время их местом хранения был храм Святой Софии Константинопольской. Но, тем не менее, и само место, где жил пророк Божий Самуил, где он был погребен, где были обретены его мощи, естественно, тоже было окружено почитанием со стороны христиан и паломников Святой Земли. На этой высокой горе был построен монастырь, который играл такую двоякую роль. С одной стороны, конечно, это было такое святилище, святыня, посвященное пророку Божию Самуилу, с другой стороны, это была такая важная крепость, поскольку это самая, наверное, такая высокая в округе гора, достигающая практически 900 метров над уровнем моря, с которой видны буквально все ведущие к Иерусалиму и с побережья и в горах дороги. Поэтому по свидетельству Прокопия Кесарийского император Юстиниан повелел обнести этот монастырь крепкую стену, построить там высокую колокольню, такую сторожевую башню, а также выкопать там колодец для того, чтобы монастырь и одновременно такая вот укрепленная твердыня могли постоянно иметь собственный независимый источник воды и таким образом выдерживать любую осаду. Впоследствии уже после, так сказать, исламского завоевания этот византийский монастырь постепенно пришел в упадок, восстановили его уже рыцари-крестоносцы, правившие святой землею. Однако они не знали, что это место является рамой и местом погребения пророка Божия Самуила, но считали это место селомом. С рамой они путали город либо Рамау, либо город Рамли, который лежит буквально недалеко от города Яфы. Ну, поскольку они не знали, что Рамли это единственный город, который был основан в IX веке на святой земле мусульманами, то, в общем-то, как-то путали его и с рамой, в которой жил пророк Самуил, и с Аримафеей, откуда был родом Иосиф Аримафейский. Они как-то отождествляли оба эти упоминающиеся в Священном Писании места. Даже такие ученые-паломники, как Феликс Фабри XV века, вот, впадали в это такое характерное заблуждение. А на месте вот этого византийского монастыря и места, где были обретены мощи святого пророка Самуила, было устроено такое вот аббатство, ну, достаточно малоизвестного редкого ордена премонстрантов. Такая монашеская обитель, и в то же время крепость, опять же, которая охраняла подходы к Иерусалиму с северной стороны, со стороны побережья. Дорога в то время, которая вела из порта Яфа и от побережья Средиземного моря, пролегала как раз-таки вот через вот эту горную часть горной Иудеи и вела к святому граду Иерусалиму. Впоследствии, уже после падения крестоносцев, кстати говоря, это аббатство стало еще и местом одного из таких известных сражений короля Ричарда Львиное сердце с мусульманскими войсками Савахаддина в 1192 году, но, однако, это сражение не привело к завоеванию Иерусалима и таким образом король Ричард Львиное сердце не смог выполнить данный им обет освободить Иерусалим. Поэтому, когда с вершины вот этого холма Наби Самвил перед ним открылся вид на Иерусалим, то король закрыл свое лицо плащом и отвернулся, сказав, что не отвоевав Иерусалим, он не достоин и счастья его видеть. Вот по сохранившемуся преданию легенде он поступил подобным образом после того сражения, которое произошло в окрестностях этого монастыря. Но мусульмане, которые отныне завладели этой бывшей обителью премонстрантов, устроили там мечеть. Эта мечеть однако была также и местом паломничества евреев религиозных, среди которых пророк Шмуэль также пользовался очень большим почитанием всегда. Однако надо сказать, что эти посетители могилы пророка Самуила зачастую вели себя примерно так же, как их далеко не всегда благочестивые предки, которые приходили в Вселомскую Ускиню для того, чтобы напиться там, ну да, так сказать, положение рис по существующему выражению просто, так сказать, допьяна. Вот почему-то приходившие на могилу пророка Самуила иудеи в некоторые религиозные праздники почитали своей религиозной обязанностью и долгом напиться просто до бесчувствия. И это, естественно, вызывало многочисленные нарекания среди мусульманских уже посетителей этой святыни. Поэтому в начале XVIII века один из Иерусалимских муфтиев, исполнившись такой ревности, заручился согласием турецкого правительства на то, чтобы евреи были вышвыраны с этого святого места и им был на долгие годы запрещен вообще вход к гробнице пророка Божия Самуила. Сейчас Набишмуэль разделена как бы на две части. Одна половина представляет собой мечеть, являясь вакфом, то есть такой религиозной собственностью мусульманской общины, а другая часть, и в том числе надо сказать и как раз такие подземные крипты, в которых когда-то находилась гробница пророка Божия Самуила, является синагогой, причем эта синагога разделена на две части, на мужскую и женскую, о чем необходимо помнить, если вы будете ее посещать. Ну и вообще, конечно, это место стоит посетить и ради памяти пророка Божия Самуила, и ради того, что когда-то это было и ветхозаветной христианской святыней, причем надо сказать, что такие очень явные черты византийской и крестоносской архитектуры до сих пор сохранены постройками этого сооружения, ну и конечно великолепнейший вид, который оттуда открывается, он тоже стоит того, чтобы побывать в этом замечательном совершенно месте. сравнительно неподалеку оттуда, если спуститься дальше по одной из дорог, которые ведут к побережью Средиземного моря, вы можете оказаться как раз-таки в том месте, где хранился Ковчег Завета. Сейчас это древнее селение Кириат и Арим, деревня Лесная в буквальном переводе, разделена на две неравные части. Кириат и Арим сейчас это недавно созданное еврейское поселение, которое как бы восстановило то самое древнее упоминающееся в тексте Священного Писания место. В нем сейчас находится католический монастырь, тоже такого относящегося к достаточно редкому редкой католической конгрегации и явления Святому Иосифу, обитель, которая как раз таки вот и основана на этом месте в память о доме Авидарии, явившемся на протяжении 50 лет вместилищем Ковчега Завета. В память Ковчега Завета и отчасти в архитектуре этого монастыря тоже передана как раз таки и построена нынешняя католическая обитель. И надо сказать конечно нету каких-то таких особо привлекательных для нынешних паломников святынь. Там сохраняются остатки полов Византийской Церкви, которая когда-то была построена на этом месте, куда безусловно тоже приходили византийские паломники и там хранятся Эполеты Наполеона. Вот наверное и все, что способно привлечь внимание современного посетителя, ну кроме на самом деле действительно красивого вида. А большая часть этого древнего поселения сейчас известна под названием Абу-Гоша. На самом деле это все было одно еврейское поселение Кириат и Иорим. А название Абу-Гоша это место получило в честь одного из бедуинских кланов. Клан этот отличался наиболее таким разбойническим поведением и это был первый бедуинский клан и первая угроза, с которой на протяжении многих веков встречались христианские паломники, которые в совершенно каких-то бедственных красках описывают это место. На самом деле сейчас этот Абу-Гош весьма и весьма стоит посещения благодаря тому, что у него тоже такая достаточно богатая история и там сохранилось больше каких-то исторических памятников, чем современный Кириат-Ярим. Ну, во-первых, после завоевания Святой Земли римлянами, здесь, на этом месте стоял лагерем в течение долгого времени десятый знаменитый десятый легион фритензис, о чем сохранилась памятная табличка. Им на римляне устроили там такой постоянный каменный лагерь, каменные казармы и источник, который обложили со всех сторон также камнем. И источник этот в течение долгого времени почитался как вот такая святыня. И надо сказать, что долгое время это место ошибочно отождествлялось с Эмаусом на протяжении всего практически крестоноского периода правления. Византийцы-то знали, что Эмаус находился в другом месте. А вот крестоносцы уже это познание утратили, но зато создали там замок и аббатство, которое называлось Фонтеноид. Это было очень красивое на самом деле такое место. И сейчас это древнее аббатство можно посетить, несмотря на то, что основная часть населения Абу-Гош естественно сейчас это мусульмане. Но вот древнее вот это аббатство Фонтеноид, оно очень примечательно. Когда-то им владели тоже такой очень малоизвестный и очень примечательный рыцарский орден, который был посвящен праведному Лазарю, орден лазаристов, членом этого рыцарского ордена, монашеского рыцарского ордена, могли быть только прокаженные. Дело в том, что на Святой Земле и в средние века, и в древности было очень распространено такое заболевание, как проказа. Подвергались этой страшной болезни, которая могла развиваться в течение очень долгого времени, и простые жители Святой Земли, и вельможи, и рыцари, и даже короли. Последний король Иерусалима, Балден IV, как раз таки вошел в историю, как прокаженный король. В достаточно раннем возрасте у него было обнаружено это заболевание, и на протяжении своей довольно недолгой, надо сказать, жизни, большую частью он страдал от этого заболевания, которое потачило его силы. Естественно, что под его покровительством находились и рыцари-лазаристы, которые продолжали сражаться, продолжали исполнять свои рыцарские обеты все эти годы, в которые болезнь оказывала постепенно разлагающие вот такое уничтожительное действие на их тело. Естественно, что они должны были жить такими замкнутыми общинами, и поэтому и возникла необходимость в создании и отдельного ордена лазаристов, и вот отдельного аббатства прокаженных рыцарей, вот примером которого как раз-таки и послужило вот это аббатство фонтеноид на месте древнего Кириат Яарим. Какое-то время также этим аббатством владели и рыцари госпитальеры, и вот именно в их времена их владычества был возведен великолепнейший совершенно собор Святого Воскресения, также посвященный и Деве Марии, и аббатство это во времена госпитальеров носило двойное такое посвящение аббатство Воскресения и Девы Марии, и до сих пор собственно под этим именем и сохраняется в руках у католиков, поскольку уже в 19 веке благодаря усилиям французского посланника, имевшего большое влияние на турецкие дела после Крымской войны, в качестве вот такого дара за то, что французы выступили на стороне Турции, в войне 1853-1856 годов с Россией, известной также как Крымская война, это аббатство было передано французам. Благодаря этому сумели сохраниться в значительной степени те совершенно великолепнейшие росписи, которые были выполнены на стенах этой обители византийскими мастерами. Выполнены они в лучших традициях византийской живописи 12 века, но при этом с латинскими надписями. Это очень такая распространенная была практика на Святой Земле и вообще на Крестоносском Востоке, когда византийские мастера приглашались для того, чтобы выполнить мозаики или росписи, но при этом надписи там наносились на латинском, а иногда и на двух, на латинском и греческом языках. Вот эти росписи, которые в худшем наверное виде сохранились еще в Монастыре Святого Креста в Иерусалиме, о котором мы однажды тоже уже рассказывали, они конечно в просто великолепнейшем состоянии, в просто каком-то невероятном буйстве красок. Сейчас их можно видеть на стенах вот этой вот обители в Абу-Гош и это безусловно стоит того, чтобы посетить это совершенно замечательное место и благодаря его такой древней еще ветхозаветной истории и вот благодаря той удивительной и редкой красоте очень мало на самом деле сохранилось такого качества и в таком состоянии фресок 12 века, а тем более вот такой очень интересной любопытной традицией краткое время существовавшей на Латинском Востоке, когда византийцы крестоносцы объединяли свои усилия для создания вот поистине такой величественной и возвышенной красоты, которую сейчас там можно наблюдать. Но, к сожалению, конечно, эти фрески весьма сильно пострадали в то время, когда селением завладел бедуинский клан Абу-Гош, эти разбойники, конечно, мало пеклись о сохранении красоты, а больше пеклись о том, чтобы приобрести как можно больше денег, грабя паломников. Они собирались целые такие разбойничьи банды и подкараулили вот в этих узких проходах, которыми владели горных паломников. Зачастую у них просто не хватало терпения дождаться, пока паломники дойдут до этих горных дорог, которыми они полностью владели, поэтому они нападали и на те лагеря, которые разбойники, которые паломники разбивали на равнине, а иногда даже делали нападение и на рамли, где собирались паломнические караваны и проводили там целые такие разбойные рейды, хотя это был мусульманский город под управлением мусульманского губернатора. Очень много было пролито слез, очень много было искалечено и ограблено людей и латинских, и православных, и любых других паломников, которые приезжали на святую землю, вплоть до XIX века, когда иерусалимская патриархия заключила особое соглашение с лидером клана Абу-Гош, которого так и звали традиционно Абу-Гош, и просто уже стала платить ему ежегодную ренту за право прохода, будучи неограбленным, через его владение к Иерусалиму. Это сделало православных греков, но и других православных паломников такими друзьями Абу-Гоша, и поэтому некоторые наши паломники XIX века вспоминают, как их радушно, с восточным гостеприимством глава клана Абу-Гош принимал в своем роскошном доме, угощал их всякими там сладостями и напитками у себя. Но тем не менее этой участи не могли избежать те, кто не успел заключить такого выгодного соглашения с Абу-Гошцами. Они продолжали ограбляться и подвергаться этим нападениям. Ну, чтобы хоть как-то держать бедуинов воинственных в узде, турецкое правительство поселило туда черкесов, выходцев с Кавказа, которые бежали в Турцию после серии русско-кавказских войн, после поражения Шемеля и других руководителей чеченских, и не только чеченских, надо сказать, восстаний. Достаточно большое количество горцев-мусульман и из Абхазии, и из областей Грузии, из Чечни, и Черкесии вынуждены были переселиться в Турецкую империю, и этих воинственных, умеющих держать в руках оружие, прямо скажем, мусульман, турки расселили в самых разных местах своей империи, в том числе для того, чтобы создать вот такой противовес буйству бедуинов Абу-Гош, туда были поселены и черкесы, которые показали одним разбойникам, что могут творить разбойники другие. Вот такая была попытка как-то уравновесить одних разбойников другими, он, наверное, русской поговорки клин клином вышибают. По этой причине уже нынешний правитель Чечни Рамзат Ахмадович Кадыров не только посещал неоднократно Абу-Гош, но даже в память своего отца Ахмада Кадырова воздвел там новую совершенно шикарную мечеть в этом самом Абу-Гоше. Ну, вот такие интересные протянулись связи, самые неожиданные исторические, которые сплели воедино в такой причудливый узор и ветхозаветные события, и времена византийского благочестия, и исламские истории времен мамлюкского, турецкого или арабского владычества, и вот такие яркие страницы из истории обладания Святой Землей крестоносцами. Все это можно увидеть, посетив селение Абу-Гош, посетив Кирят и Арим, вспомнить там и о Ковчеге Заветы, и о доме Авидари, и посетив Наби-Шмуэль и Наби-Самвил, вспомнить и призвать молитвы на святого пророка Божия Самуила, ну и порадоваться и насладиться красоте той землеобетованной, которая не меркнет и по сию пору, и которая хранит в себе столько и внешней, и внутренней красоты, и святыни, и священных, и самых разных исторических воспоминаний, как вот мы попытались представить это вам в нашем нынешнем рассказе, ну а уж о, так сказать, истории создания единого религиозного центра и единственного храма в честь Бога истинного во времена Ветхого Завета в Иерусалиме мы с вами уже побеседуем в наших следующих, посвященных этому беседах и встречах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иерусалиме